Уралвагонзавод встал с колен и готовит массовое увольнение сотрудников. На улицу ни много ни мало собираются выкинуть почти половину трудового коллектива или, внимание, 15 тысяч человек. Вдумайтесь в эту цифру. А ведь у всех этих людей есть семьи, дети. Вот и представьте себе, какое количество народу в итоге без куска хлеба окажется. А останется никакой другой работы в Нижнем Тагиле нет. Есть еще один завод ТНТМК, но что-то мне подсказывает, что данное предприятие неблаготворительная лавочка, которая с удовольствием приютит 15 тысяч босяков, лишь бы без дела по городу не шатались. Ну что-то, ельчане, как вам перспективка? Ведь помыкаются эти ребята, ну может быть куда-то небольшая их части приткнется, а остальные, и я только один выход вижу, на большую дорогу. Вы счастливы? Тогда начинаем. Не будем забывать, что в обозримом будущем еще и людей предпенсионного возраста на рынок труда планируют выпихнуть, заставят корячиться еще 5-8 лет, и вот их уволить работодателю будет нельзя. В правительстве сейчас готовят соответствующий законопроект по данному поводу наказанием вплоть до уголовного преследования предусмотрено. Слушайте, какая прелесть! Чинуши наши в очередной раз переложили свой геморрой на плечи кого-то там, а точнее работодателей. Мы, мол, тут закон придумали, а вы давайте, разгребайте теперь все это барахло. И я прям завидую начальнику отдела кадров того УВЗ. Прикиньте, вот встала перед ним дилемма. Надо сократить тысячу грузчиков из полутора. 900 человек – это молодые крепкие ребята со стопроцентным КПД, а еще 600. Старички, которые кое-как ноги переставляют, и которых держали-то на заводе, по большому счету, ну, просто из жалости, да пусть уж до пенсии доработают. А теперь старичков сократить нельзя. Им еще на 5 лет активную фазу жизни продлили, потому что, итог, картина масла. Молодых крепких парней пинком под зад, а дедушкам еще вагон до Челябинска толкать. Да, перед вообще весь социальный блок, они уж точно не горели желанием идти под такой расстрел, настолько себя дискредитировать. И тем не менее пошли. Ну, пошли, потому что кто у нас данный первый вице-премьер, кто отвечает за экономику, на чьи плечи возложено вот это все якобы обещание. Он отошел в сторону, это не его вопрос, да. Это Силуанов, то есть Силуанов и его замы готовили всю пенсионную реформу, причем готовили на самом деле годы с 2011-2012 года. Помним, в Даловой России мы получали бумаги, что там что-то какая-то капышня идет, с бизнесом консультировались, потом в Академии наук пообсуждали. Какими-то вы странными словами, а аббревиатурами пользуешься. Да, вот. И, соответственно, сейчас просто ищет кого-то, чтобы ни на одного, ни один Минфин повесить ответственность, начиная от того, что социальный блок поддержал, как не включу первый, второй канал, там, либо прочие кнопки ГОС-ТВ, включая, там, бодрые бабушки 70-летние, 80-летние. А теперь представьте, какая ненависть проснется в молодых уволенных сотрудниках вот к этим вот дедушкам. В их понимании виноват в том, что меня уволили ни Тайпилин и ни Силуанов. Виноват вот этот вот подлый старик, из-за которого я лишился работы. Существует во всем этом и другой неприятный момент, теперь уже для людей в возрасте. Кто-то наверняка сейчас подумает, ну не все же грузчиками в стране трудятся, есть, например, и не физическая работа. Ну давайте должность менеджера рассмотрим. А задумывались ли вы о том, что технический прогресс не стоит на месте? Ежегодно появляются какие-то новые приблуды, новые компьютерные программы, новые правила той же торговли, например, и бла-бла-бла. Это все людям приходится изучать, осваивать. Тетка в 60 лет за школьную парту сядет, а у нее ведь и память уже не та, и реакция. Да она больше задолбается, чем чему-то научится. Ну и третий момент, как подарок работодателям, я все к этому долго подводил. А много ли такой работник наработает? Сегодня он устал, завтра его в сон клонит, послезавтра у него давление подскочило, а затем он и вовсе на больничную ушел. То есть какая-то часть штата тебе постоянно одни убытки приносит, и чтобы удерживать твой бизнес на плаву, молодые сотрудники с утроенной силой должны шуршать из-за себя, из-за того парня, что называется. Так кто от такой реформы выигрывает, то в конечном итоге, ладно. Это реальная журналистика сегодня, как всегда, прекрасно. Поехали. Впрочем, я, если честно, не до конца понимаю, почему людям нужно объяснять настолько простые и понятные вещи. Почему до молодых россиян никак не дойдет, что пенсионная реформа коснется в первую очередь их. Конечно, однажды наступит такой момент, когда вы ощутите всю эту прелесть сегодняшнего бездействия, вот только поздно будет руками махать. Помните, как 13 лет назад Госдума отменяла льготы пенсионные? Тогда ведь только старики и бузили. Те, кто помоложе, думали, у меня это, в общем, не касается. Прошло время. И люди, которые так думали, сами стали пенсионерами, вот только теперь без льгот. А когда отменяли графу против всех на выборах, мы что делали? Мы опять бездействовали. Слушали россказни скользких политиков о том, зачем она, мол, нужна. Сегодня поняли, зачем, вот только поздно пить боржоми. А когда закон о митингах принимали, мы опять на дачах шашлыки жарили и футбик по телеку смотрели. С уверенностью, раз принимают такой закон, значит, так нужно. Ага, сегодня даже на митинги выйти не можем. А та порнография, которая называется нынче акциями протеста, порнография и есть. У меня вопрос к каждому из вас. Когда, на каком митинге наш народ отстоял свои права? Никогда. В нашей стране, как в колонии, веселое лагерное начальство играет в демократию и позволяет зэкам проводить против себя митинги. Нам отводят определенное место подальше от административного корпуса, усиливают дополнительно охраной, позволяют зэкам обвинять лагерную администрацию в нарушении наших прав. И вместо требований мы просто изливаем недовольство лагерной жизнью. Покричали, покричали и разошлись. А еще нам теперь не принадлежат природные богатства. Медицина перестала быть бесплатной, она теперь страховая. Впрочем, как страховая она тоже не работает. Да и где гарантия того, что в обозримом будущем фонд обязательного медицинского страхования не схлопнется, как пенсионный? И тогда мы реально офонареем, потому что прием у самого обычного терапевта стоит от 1000 рублей и выше, пока ТФОМС за нас эти деньги платит, и мы не чувствуем, насколько оно дорого. А если перестанет? Новые налоги появляются. Старые растут, как грибы после дождя. Шутка из Чаполина про налог на воздух перестала казаться смешной. Уровень образования в стране. Слушайте, вот такой вот мем на днях в Рунете нашел, делюсь. И все это происходит из-за нашего бездействия. К слову, к москвичам сейчас хочу обратиться. А вы давно спускались в метро? Ничего странного не заметили? Поясню. Раньше подземка пестрила рекламными баннерами, щитами, плакатами. Спускаешься на эскалаторе, посетите этот магазин, зайдите в то, кафе и так далее. Ну, все же помнят, да? Сегодня метро выглядит менее ярко. На 8 из 10 плакатах красуется надпись «Место сдается». Как думаете, почему? Реклама перестала быть эффективной? Да нет. Просто у коммерсантов лишних денег на нее нет. Ну, мы же с колен 18 лет поднимались, да поднимались. Вот. Зато у чиновников с доходами все в порядке. Чью декларацию, не посмотри, десятки миллионов люди заколачивают. А нам данные соцопросов по ящику доходы населения снова выросли. В этот раз уже за отметку в 45 тыр перевалили. Ясное дело, как они не выросли. Подняли зарплату госслужащим, потом взяли общую цифру, поделили на всех россиян. И, о чудо! Люди-то богаче стали. Ну да. Голикова получает 2,2 ляма в месяц, а ты 15 тысяч. В среднем вы имеете по 45. Вот такая математика. Браво! Я к чему весь этот спич затеял. Слушайте, ну может пора уже вылезти из-за компьютеров и ноутбуков, оторвать зад от дивана. Ну не съешь ты эти 300 граммов шашлыка в какую-то из суббот на даче, похудеешь. И потом, а что с друзьями только на пикнике можно встретиться с рюмкой в руках? Я вот знаю случаи, когда люди на митинге на той же Болотной познакомились, семья у них в результате получилась. Это первый момент. Второй. А почему протесты-то все время одними лишь митингами ограничиваются? Есть еще такая форма протеста, как забастовка, например, или стачка. Ну чем рискуют, скажем, те же рабочие Уралвагонзавода? 15 тысяч из вас все равно в ближайшее время на улицу выкинут. Блокируйте работу предприятий и все. В этом случае их с вами хоть на переговоры какие-то пойдут, они ноги продолжат вытирать. Че вы ждете каких-то Навальных? Че вы слушаете всех подряд? Выйдем протестовать какого-то там сентября? Ну да, после выборов, когда уже от этих протестов толку никакого не будет. Ну нет у нас лидеров оппозиции. Так заведите себе своего в своем трудовом коллективе. Ладно, все. Закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху. Гимнастика для ума больше. Заходите, не стесняйтесь. На канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть над чем подумать. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте поднимем и обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Пока.